Действительно, сегодня многие предприятия Гомельской области нашли свои рынки сбытопродукции и заняли свое место в том числе на зарубежном рынке. Но если все-таки вернуться к рынку местному, то уверена, в том числе не только эксперты, но и потребители скажут, почему так скромно представлены некоторые отечественные производители. Как объясняют это специалисты? Это та самая скромность или, может быть, нерасторопность? Как же правило рынка тогда? Мне кажется, здесь дело не в скромности и не в расторопности. Конкуренция заставляет нас двигаться, очень оперативно реагировать на все изменения, которые происходят на рынке, как на внутреннем, так и на внешнем. Здесь, на мой взгляд, основная причина заключается в том, что у нас у многих еще руководителей предприятий бытует такое мнение, и мы его часто слышим. Качественное в рекламе не нуждается. Нуждается. Мировой рынок это подчеркивает и показывает, что даже самые известные бренды тратят просто миллионы долларов, евро на продвижение своей продукции. А мы себя успокаиваем. А мы себя успокаиваем, да. У нас бренд сделан в Белоруссии, который сразу нацелен на то, что это, значит, качественная продукция. Да, она качественная. Но ее надо на прилавках еще и продвигать как-то, потому что мы смотрим... А некоторые еще и найти, может, простите, потребителя, который хочет купить тот или иной товар. Сейчас все-таки у нас большинство потребителей, как мы говорим, любят глазами, да. Они смотрят на полку, и самая привлекательная упаковка, она привлекает внимание. Только потом ты уже обращаешь внимание на стоимость этого товара, на его какой-то качественный состав и так далее. И поэтому вот мое глубокое убеждение, что нам не хватает профессионалов. Всех, кто будет заниматься вот именно продвижением продукции. Учитывая проблематику, какой акцент делаете при подготовке кадров, по сути, для отрасли всей страны? Белорусский торгово-экономический университет в своей работе ставит, наверное, во главе угла практикоориентированную подготовку наших студентов и магистрантов. Для этого кафедрами университета создаются филиалы в крупных торговых и производственных организациях, в большей степени, конечно, региона нашего гомельского региона. Как пример можно привести и филиалы кафедр на таких предприятиях гомельщины, как ОАО «Коминтерн», «Гомельский жировой комендант», «Гомель-обои» и ряд других предприятий. Это способствует получению практических навыков нашим студентам, которые в рамках выездных занятий, в рамках прохождения производственных практик, преддипломной практики, получают вот тот опыт, опыт работы уже на производстве, где они могут оценить те знания, которые им даны в университете и приобрести что-то новое. Наука заинтересована. А вот есть ли четкое понимание на каждом конкретном предприятии, что такой специалист не дополнительная, не лишняя штатная единица, а может быть то самое спасительное звено? К сожалению, не все руководители наших предприятий промышленных, либо организаций промышленных и торговых в сфере услуг считают, что специалисты по продвижению – это и маркетологи, это и программисты, которые занимаются написанием, всей оптимизацией сайтов. Это те работники коммерческих отделов, те же логисты, те специалисты, которые занимаются продвижением продукции на внешних рынках, да, мировая экономика, например, у нас наша специальность, они знают два языка, они востребованы на рынке, но в то же время многие руководители считают, что это лишняя трата денег, это расширение или раздувание, как это часто говорят, штатов, да, и поэтому пытаются сделать все собственными силами. К сожалению, это не всегда получается удачно. Есть, конечно, и положительные примеры, но… Вы убеждены, что это не лишние отраты, а дополнительные инвестиции? Как маркетолог я уверена, что это не трата, это инвестиции в ваше будущее. Более того, молодая поросль, как мы их называем, наши студенты, это те люди, которые будут строить нашу экономику через 10-15 лет. От них зависит наше будущее. Повод задуматься. Спасибо за интервью. Успехов в делах. Спасибо.